доброго здоровья всем вот сегодня за пришли мне правда резинки не пришли отправили только пока что решетки две штучки вот корзинки как появится отправят сказали да сегодня 1 марта уже сейчас поменяю и 10 килограмм засыплю и посмотрю сколько у меня потратится сейчас достал ее корзинку ты тут видите полка снизу почему-то влажная серьезно ну она была уже потушена как бы за ночь она там прогорела и сейчас электрокотел у меня включился и тут он сыра вот так вот конденсат короче выпал вот родная ну как родная горю нормально и ну так то выработку можно сказать что на решетке такая вот не очень значительно я думаю даже послужило бы еще но я ее выкидывать не буду конечно так пусть она будет у меня просто хочу по вот 10 килограмм засыпать и посмотреть получается почти новая корзинка как сгорит короче сколько за сколько 10 килограмм сгорит короче вот а то в прошлый раз я замерял у меня уже считайте все умерил тут она была дефектная да и сейчас конечно вот видите сетка то это перфорированная какая корявая ну все равно так для себя по мере хотя там некоторые говорят что зачем это и так понятно туда-сюда но все равно расход же зависит еще и от тяги то есть чем больше тяга тем быстрее сгорает все вот я просто для моего котла смотрю как вот для чего вот мешок отыскал короче с коротким пилетом но чтобы уж точно не застряла ничего как бы отвесил 10 килограммчиков посмотреть просто на наш почти у меня нормальная сейчас корзинка не считая там вот этой перфорации то что она повреждена как бы многое ли я как бы теряю и лет ну с неисправной корзин просто посмотреть так ради интереса но что вот и вот 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 опять все на на полную поставил корзинка на 15 киловатт и полностью открыт шибер заслонка и короче сегодня он должно нормально быть погода такая морозит тяга можно сказать так средние вот все ну как обычно то есть бурана нету когда буран тут вообще страшная тянина поэтому на улице все спокойно морозит и сейчас засечь засеку ночью она у меня вот потухла говорю привет сейчас может быть такой как бы обратной как тяга или как бывает такое дымоход то остудился они ничего не произошло а то обычно так бух и отсюда пламя как бы сюда и потом пошло вот смотрим время у нас мы будем считать 55 минут я про отопление я не профессионал как бы в отоплении первый раз вот это все делал в доме и просто рассказать свои наблюдения как бы хочу никак надо делать я тут ничего не рассчитывал специально как бы какие-то там теплопотери не теплопотери как бы всякие там разные там характеристики котлов там чего-то там другого как бы ничего такого расчетов никаких не производил специальных к но я просто расскажу как у меня вот дом из бруса 150 на 150 мансарда каркасная стены вот эти боковые на мансарде 150 миллиметров утеплитель базальтовое волокно перекрытие здесь 200 5 сантиметров там положено базальтового волокна и 150 минваты из-за вверх профессионал называется такая что хочу сказать что самое главное вообще самое главное это хорошо утеплить дом что у вас отопление нормально работало чтобы вы меньший затрат имели как бы на отопление очень хорошо утеплить особенно в начале даже если у вас но я говорю как про брусовый дом не знаю как вот эти все газа пена я считаю это всякие если ты строишь из камня делай сразу нормально пусть сантиметров 80 стены и тогда не надо не дополнительного утеплителя там и всего прочего если ты блок блоков делаешь там видели из кирпича вот тогда просто заштукатурил и все и живешь и все хорошо а то что на чем-то экономить игру надо на утепление надо экономить ну да конечно проще там может в плане там фундамента и всего прочего затрат конечно ну ну построили вы там в один блок ну и вам все равно придется утеплять наружу да ну это ладно так же как и как а прямой ну как а каркасник что сразу и утепление все я уже говорил до стены у меня 150 вот эти фронтоны 200 потому что у меня здесь во всех фронтонах окна и когда строил каркас у меня много получалось таких как бы соединение всяких разных щелками короче и поэтому чтобы эти щелки перекрыть герметика можно промазать но все равно он потом строил то я из естественной влажности так сказать доски брал вот я еще пять сантиметров прибавил то есть только уже чтобы перекрывала вот всякие такие вот места с щелями короче а стены так и оставались остались только там внизу из-за конструкции ну там определенная конструкция просто тоже чтобы эти щели перекрыть тут просто брус такой лежит прям на на верхних лагах перекрытия короче вот так вот брус лежал и там тоже образа получается щели и чтобы их перекрытия просто на высоту 60 сантиметров до помню минва твой базальта волокно еще добавил пять сантиметров как бы такой сделал конту просто вот все и а перекрытие все по 200 короче дальше пароизоляция обязательно в любом доме хоть какой-то пусть он у вас будет обязательно изнутри дома с нахлёстом на стены нахлёст ну двадцать пять тридцать сантиметров достаточно не меньше на и между чистовым потолком из гипсокартона или какой там у вас будет обязательно зазор сантиметров пять нафиг ну минимум три ну лучше пять вот чтобы там воздух тоже гулял все это там все гуляла если вот не пришивайте никогда чистовой материал или там вот гипсокартон сразу пароизоляции это страдать потом будете обязательно зазоры также и между стенами то есть между отделка если вы не штукатурить и как бы просто тоже зазор тут меня большой конечно местами из отопления он там трубы отоплением поэтому зазор у меня побольше вот стены наружно ну как вообще стены наружне до из бруса 150 на 150 они были положены на мох я дополнительно с двух сторон проконопатил волокном джутовым здесь трещины у меня не замазаны эти какие но внутри они все промазаны герметиком акриловым на пену никогда не садите никогда вы во первых видите что толку такие щели короче никогда зря только пену потратить понятно что проще как бы она бы вроде бы ничего было бы если вы пропилить сантиметр и вглубь хотя бы сантиметра два вот тогда ничего будет как бы ну столько трещин брус видите тоже такого качества как бы он сырой тоже был положен прежним хозяевам тоже эти щели какие это надо будет потом мне тоже всего делать и я вот эта стена у меня открыто и то стена открыто на улицу снаружи только проконопачена эта стена и ну это стена соответственно и как бы и остальные стены две там короче минва о это базальтового волокно 5 сантиметров ну и с этой стороны пароизоляция и с этой стороны пароизоляция короче неправильно сделано но я хочу это разобрать все я не буду никакого утеплителя больше грузу прикладывать просто сделаю ветрозащиту как бы нормально пленку ветрозащитную влага ветрозащитную который туда и сюда пропускает воздух короче ну пар я имею ввиду ходу как я уже говорил как бы подуйте и в эту сторону пропускает и в ту пропускает вот и все и потом обшивка никакого утеплителя не буду делать потому что никогда не если все хорошо проконопачено замазано холодно не будет не промерзнет никогда брус дерево никогда не промерзает тем более 150 миллиметров это какие на морозы да не промерзнет она просто градусов 70 минусах короче но я ей горю то что у меня дом брусовая про него говорю рассказываю а соответственно если у вас типа в один блок положим газа блоки там эти всякие там то конечно вы будете все равно снаружи мин вату 100 миллиметров пускать не меньше не меньше 100 миллиметров если вы сделаете тем более там если пенопластом как обшивают пенополистиролом всякое это тоже фигня короче ну как фигня может не фигня ну я считаю что это напрасно это все делается столько денег тратится да еще ладно ладно бы там а то в пять сантиметров сделают и типа тепло там все хорошо вот да если вы получается утепляете даже брус если захотите вдруг утеплить тоже тоже надо не менее 100 миллиметров утеплитель снаружи и зазор обязательно обязательно зазор пять сантиметров нафиг между утеплителями чистовой так сказать отделкой наружной чтобы у вас никто не завелся там не мыши никто не живет сквозняках я повторяю не мышь не муравей еще какое-то либо животное а все что показывает конечно что там в каркасных домах это из-за того что не не соблюдают зазор то есть сквозняка нету соответственно там все будут жить как я уже говорил бросьте палку на землю да на следующий день поднимите под этой палкой будут там жучки и все и прочее как червячки если вы в три сантиметра над землей положите палку там никто не заведется под ней там никто не будет жить вот так что я наружной стены утепления на сейчас буду выключать периодически потому что чтобы у меня опять не стерлась все там не заглючил дальше котел у меня на 15 киловатт война 14 дом как я говорил 130 примерно отопленную площадь так дальше что по лансарде скажу что вот эти два года видите вот батарея на 4 ребра плюс этот проем лестничный до 2 метра и на 80 то есть тепло поступает сюда вот если без дверей тут уже можно жить спокойно короче не замерзая работает всего вот 4 ребра все тут я покрасил вчера повесил еще четыре ребра сюда но когда у меня были повешены ну когда я проверял отопление все это до обоев как бы потом я это все снял потому что шпаклевал там туда-сюда короче когда все тут работало вот это вот хозяйство да все батареи были тут была жара на 3 градуса выше чем внизу все время очень жарко короче если двери еще будут везде стоять в комнатах вообще духота будет то есть тут бы хватило тут четыре ребра тут четыре ребра хватило бы вот это можно было бы не ставить короче тут четыре ребра тут даже можно тут 22 сделать было поделить но так как я говорю не персоналом все не учитывал я только как бы глядел примерно сколько одно ребро на сколько квадратных метров как бы вот и всего так вот и тут длинная батарея на 12 вот она у меня 12 до 12 и тут бы 6 хватило то ребер для этой комнаты при таком вот утепление нормальным как бы вполне вообще система у меня двух трудно и подача обратка батареи прогреваются что кстати почти все одинаково независимо потому вот здесь обратка уже выходит а здесь подача приходит все и это все там кольце как не не в кольце ну короче как она называется система от отопления такая простая короче однотрубная почему я не сделал потому что она будет большую трубу там все такое прочее как бы сделал двухтрубную все и все батареи прогревается одинаково короче вот дальше внизу вот здесь я оставил от прежних хозяева все батареи вот здесь видите тут меня дверей то не будет делал мне как у нас вот здесь вот две батареи по 10 ребер стоит так у нас черта кухня кухня 20 метров квадратных короче 20 ребер получается нормально то есть тут еще вот проем и большая прихожая но в прихожая тоже сделал такую подставку подобных чтобы сушить ову зимой из этих батареи то есть тут нормально хватает то есть вот здесь же вот от прежних хозяев я же не покупал же как бы тоже зачем покупать если есть батареи но они неразборные и мне получается вот две комнаты у меня по 9 квадратов да и тут получается по 10 ребер то есть тут бы тоже хватило 4 ребра сюда 4 ребра сюда на 9 квадратов свободно если тут будет двери там вообще задохнешься нафиг то есть надо было мне здесь краны поставить с термоголовкой короче в этих комнатах на такие большие батареи блин хотя бы на 2 вот ну здесь 4 хватает и здесь тоже по 10 тут по 12 до в этих комнатах так это 15 квадратов и там 14 квадратов короче тоже нормально как бы это не очень жарко но если двери будет будет жарко тоже блин хватило бы спокойно тут тоже сколько 6 наверно ряда хватило бы система работает отопление хорошо как бы хватило бы все прогревалась бы эти двери будут все равно же вообще минус в моем отопление в чем то что у меня не автомат все конечно но если бы у меня было доход да например 1050 стабильный нашу семью да у нас 7 человек нас я бы спокойно мог пользоваться вот у меня котел электро на 3 киловатта им и платить 9 тысяч месяц за электричество ну и жить на остальные деньги как бы и не заморачивался бы вообще не начал электростанция у меня еще есть бензиновая как если вдруг свет там вырубят там туда сюда этого бы хватило переждать какие-то там поломки и все такое прочее использовать конвектор на 2 киловатта электростанции вот а так у меня не то что видите температуру не то есть как я уже рассказывал я 2025 вот так вот в этих пределах контролирую как бы сам тоже но это чуть-чуть конечно неудобно ну это нормально то есть вот дальше тепловой узел да где будет стоять котел у вас отопление обязательно утеплите его и пол утеплите и потолок и это чтобы как бы котел не охлаждался сам по себе потом вот как у меня бывает например пилеты прогорят котел еще не врубился то есть пилеты прогорели то есть и получается что вот меня нету например больше 12 часов здесь да и холодный воздух поступающий из-под поле сюда быстро охлаждает котел соответственно насос тоже работает и холодный охлаждается вода и соответственно в доме все тоже охлаждается а так я говорю если вот выключать мне насос вот как я горел 20-25 градусов на 25 градусов на в доме дом набрал я прихожу выключаю и потом я 6 часов не подхожу сюда все выключил вообще все и 6 часов у меня дом держит до 20 температура падает падает постепенно потом опять 20 градусов и 5 4 часа потопил и опять 6 часов короче чик чик все это охлаждается получается ну то есть держит дом до 20 градусов вот обязательно утеплите наш если бы здесь я бы все нормально утеплил просто тогда поленился блин так то хотел то и насос бы пусть работал бы тепло был он просто гонял бы тоже нормально так так бы было а так утепляйте вот что так даже дальше вот я говорю если бы я зарабатывал 50 тысяч стабильно я бы вот просто использовал вот это 3 киловатта 3 киловатта на 130 квадратных метров справляется спокойно но опять 9000 на оплатить месяц за электричество вот а так вот с пилетной горелкой пилетрон 55 примерно 5 600 в месяц вот это смотря тоже потом я говорю я топить начинал в сентябре потихоньку и тут все просто вообще подпитка он идет от водопровода также набирал в систему из водопровода это все насос бачок раз потом потом эти штуки я забыл как называется тоже сам непокупные ну тут сделаны просто из полипропилена это брат когда брат к подачам он тоже просто группа безопасности дальше котел электрический как в помыть не в помощь даже как резервная вот но я тут неправильно сделал конечно что краны сюда то не поставил и перемычку то есть если у меня этот побежал котел то этот котел что толку от этого короче она будет переделать перемычку и краны поставить ну чтобы отсекать короче этот котел ну и все 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 очень простенько как бы и все работает главное и очень даже хорошо работает а почему все вот так вот работает потому что дом хорошо утеплен батареи да я вам там рассказывал обязательно как бы не на никаких подоконников чтобы нависали над батареей чтобы воздух в доме свободно циркулировал от окна короче и гонял по дому не на никаких подоконников тут не будет подоконник ну будет может маленький такой какой-то ну как бы вот только тут как бы на сантиметра полтора выступать и все ни на никаких ниш ничего окна здесь как бы ну простые только стеклопакет потом просто стекло и просто утеплители по контуру все даже форточек нет хотя они очень нужны форточки и ни разу ничего тут никакой лед не ничего не собирался и никогда не не соберется потому что как бы от батареи все это циркулируется тепло нормально и поэтому не побежит никогда ничего и окна у вас прослужит очень долго пусть у вас там пластиковые стоят они тоже не побегут если у вас не будет никакого препятствия между окошками батареи как бы большого такого код все будет хорошо циркулировать и круче нормально будете дальше подполье вот подполье она тоже утеплено но тут со 100 миллиметров 5 сантиметров базальтового волокна и 5 изовера вот это вот ветрозащитная влага и ветрозащита паропроницаемая пленка снизу на него положен утеплитель потом пароизоляция потом воздушный зазор опять потом черновой пол вот ничего тут не скапливается все продувается все хорошо короче никто не заводится я еще раз повторюсь пусть это как может смешно выглядеть не смешно но если у вас будет сквознячок то есть хорошо будет продуваться утеплитель воздух там хорошо ходить никто у вас там не заведется вот все еще сказать такого все вроде как бы больше то больно ничего говорю главное утеплить дом все а так если он у вас плохо утеплен выходит там 20 киловатт на 100 квадратных метров поставьте ничего не на топить а котел чего выбирайте по деньгам у меня был котел от прежних хозяев просто чтобы много денег не тратить купил в пилетную горелку и все пиле трон овску за 15000 ставил ее и все и можно сказать никаких проблем больно больших с ней нету как никогда нам не не закипала ничего главное потому что у меня трубы все полипропиленовые как бы это да конечно короткий пилет нужен но это тоже решаемо а так бы хорошо бы было да если автоматически бы пилетный котел был бы сам включался выключался но опять фиг его знает он тоже смотришь по ютубу то там тоже больно не жалуют как бы тоже жалуются что много электричество жрет розжигали тэн это 6 киловатт 9 киловатт тренде разжигают то там засирает то тут тоже то то расходники очень дорогие там всякие разные запчасти вот а тут до сезон я говорил то тысячу рублей надо еще дополнительно покупать расходники каждый год 1000 до 2000 подождите до корзинка и решетка примерно все получается 700 рублей плюс доставка 1000 руб подождите что-то евро 2000 до почти две тысячи рублей лишь два комплекта заказал там около 4000 заплатил 2000 каждый год еще надо будет пилетом расходник покупать вот такой вот виде корзинки и решетки и все но если вы живете например один у вас не некому посмотреть за горелкой вот за этой билетной да хотя мы там сходить там не знает раз четыре часа посмотреть то конечно вам лучше и не покупать если вы на долгое время отлучаетесь там утром растопили например пошли на работу да хотя нормально тоже будет если недолго работаете ничего страшного главное еще как бы резервный иметь типа электрического чтобы если что включился сам вот а так все тут тепло держит дом хорошо отопление работает замечательно все все везде прогревается как то что я говорю не учел видите старые батареи как бы то что мог бы их укоротить как но они не укорачиваются потому что они почему-то цельные такие и наверху конечно тоже мог бы поменьше ребер если бы знал что так будет жарко вот наверно все пока что всего доброго ну вот еще несколько минут сейчас пока помою кисточки до валик догорит тут все немножко осталось не успеваю блин на автобус ну вот все догорело можно сказать время 1427 мы вот у нас получается что 10 килограмм у нас прогорело ну почти снова горелки можно так сказать ой с этой корзинкой за пять с половиной часов вот то есть в час 1 и 8 килограмма в прошлый раз как бы ну уже достаточно такой потрепанной корзинкой за три с половиной часа 10 килограмм сгорела вот так что экономия получается один килограмм в час где-то с нормальной а вот сколько я интересно сжигал на было померить мне не померил когда вообще дном прогорела как бы вот эта полка и все сыпалось прям вот так что запас надо иметь этих корзинок нафиг видите как получилось у меня до сих пор ее нету как бы не пришли они только вот решетки выслали пока что сказали папа я вышлют корзинки сами вот такая вот арифметика всего доброго и